МОСКВИЧИ Призыв Бориса Николаевича Ельцина дать заговорщикам лишительный отпор. Так, это у нас машина первого секретаря Бориса Ельцина. В ней он сидел, в ней он, видимо, ездил. ГАЗ-14. ГАЗ-14 мне подсказывают. Чайка КПССС Бориса Ельцина. Чайка. Вот. СВА – это Свердловск, правильно? А вон там опять у нас невеста. Тут, оказывается, еще и свадьбы проходят, ребят. В этом президентском центре Бориса Ельцина. Это частная собственность, кто, кому не нравится название, может купить и переименовать хоть немцов в центр. Хорошо, буду знать. Это музей Бориса Ельцина. Это тот день, когда все время шел балет. Я его помню, этот день в своей жизни. А это кто у нас поет здесь? А, это 90-е как раз. Смотри, в метро какая давка. Показмот, как на западе. А, рынок. Первые подиумы. А, чё, чё, чё? Крестовый под. О, блин. Лицедей, Кришна. Кстати, вчера вот эти под лицедеи. Вон невзоров 600 секунд. Вот лицедей провели только что. В рынке везде. Наши компьютеры советские. Первая скоростная электричка. Программа «Время». Напомню, с Нового года минимальная зарплата устанавливается в размере 342 рублей. По разным курсам на разных биржах это составит от 1 до 3 долларов. По данным ВЦИОМ, в разряд малообеспеченных попадет примерно 80% населения. Смотрите, так, раз, вылазь, подняла ногу, так, раз, и потом, или нет? И заходила. У него просто сестра очень большого веса, поэтому... Это отца сестра, а не моя. Ну и моя такая же будет. Единого государства, занимающего 1 шестую часть суши, больше не будет. Это всё советское. Всё советское? Ну, здесь, видишь, как бы... Это всё было не так, да? Вот здесь была прозрачная стена с дверцами. И там уже водитель съел. На. Лёня Парфёнов самый крутой патриот. Самый крутой фильм Лёня Парфёнова это хребет России, как раз про Урал. Сегодня в Москве прошёл митинг голодных очередей. У входа на ВДНХ собралась десятитысячная толпа. А, да, это Политбюро. Политбюро ЦК КПСС. Да-да-да. Вот ещё, видите, какой у нас чудесный герб был. Так, награды Ельцина. Пошли. Смотрим. А тут Орден за заслуги перед Отечеством первой степени. Вот это вот. О, вот это класс. Вот это что у нас? Знак Кавалера Большого Креста Ордена за заслуги перед Итальянской Республикой. Прикинь. Это знак Золотого Орла. О, это что-то интересное такое. Орден трёх звёзд первой степени. Это Латвия. Высшая государственная награда Латвии. Это, наверное, тоже откуда-то... Литвы, наверное. Да. Слушай, прикольно. Ух ты. Ух ты. Ах ты. Всем вкусно. Это Кучма Украины подарил. Да? Это ты там прочитал? Да. Вначале по флагу понял, а то, что там Кучма в то время был. Так, это у нас... Я без очков не вижу. Добрые надежды первой степени. Награда ЮАР. Представляешь? Это всё высшие награды. А это у нас Золотой Олимпийский Орден. Орден Международного Олимпийского Комитета. Самая ценная награда почему? 66-го... Там опять телефон звонит. Кто-то зашёл в помню. 66-го, 74-й и 81-й. Остальное заявление. Да? Да, самая ценная. Странный товарищ-то. Я так не считаю. Зал свободы в музее. Бориса Ельцина. Соглашусь, соглашусь. Соглашусь. Ну тут же зеркало. Там что-то говорят? Да. Что говорят? Про Ельцина и Зюганова. Про что? А, про Ельцина и Зюганова. Голосуете за них? А подождите, так этот кабинет из Москвы что ли перетащили сюда? 93-й по 96-й кабинет. Это первый президентский стол. Прям первый президентский стол? Да. Да ладно. И так много телефонов? Раз, два, три, четыре, пять. У Путина сейчас больше? Ну сейчас и время... Знаешь, это упрощенная копия потолка. Это упрощенная копия потолка? Да, все остальное оригинал. А что так темно стало? Все готовы? Так, еще раз. Все готовы? Готовы. Готовы. Борис Николаевич, готовы? Да. Дальше. Осталось совсем немного времени до магической даты в нашей истории. Наступает двухтысячный год. Новые лета, новые тысячелетия. Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам с новогодним приветствием. Но это не все. Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как президент России. Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку. Там чай дымится. Я понял, что мне необходимо это делать. Посмотрев, с какой надеждой и верой люди проголосовали на выборах в Думу за новое поколение политиков, я понял, главное дело в своей жизни я сделал. Россия уже никогда не вернется в прошлое. Россия всегда теперь будет двигаться только вперед. И я не должен мешать этому. Сегодня, в этот необыкновенно важный для меня день, хочу сказать чуть больше личных своих слов, чем говорю обычно. Я хочу попросить у вас прощения. за то, что многие наши с вами мечты не сбылись, за то, что нам казалось просто, а казалось мучительно, тяжело. Я прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним махом, одним рывком, одним знаком сможем перепрыгнуть с серого, застойного, тоталитарного, прошлого, светлое, богатое, цивилизованное будущее. Я сам в это верил. Я ухожу. Я сделал все, что мог. Будьте счастливы. Вы заслужили счастье. Вы заслужили счастье и спокойствие. С Новым годом, с Новым веком, дорогие мои. И тут взрыв аплодисментов. Ура! С Новым годом! С новым счастьем! Верховный Совет Российской Федерации сегодня принял решение объявить государственным флагом России трехцветный флаг. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ